Ты входишь в Российское движение школьников? Нет. А хочешь? Ну, может быть. А это интересно? Сегодня представители различных общественных организаций убеждали школьников Владивостока, что это не только интересно, но и познавательно для ребят всех возрастов. Сегодня мы собрали школу для того, чтобы, во-первых, рассказать, что же из себя представляет Российское движение школьников, чем занимаются другие молодежные детские организации, какие проекты есть со школьниками, ну и постараться, конечно, эти школы вовлечь. Российское движение школьников – это что-то вроде студенческих отрядов. Оно включает в себя пять основных направлений – личностное развитие, гражданскую активность, медиа-центр, военно-патриотическое воспитание и экологию. Можно присоединиться к любому из них и в каждом найти применение своим идеям. Мы позволяем ребятам воплощать какие-то свои проекты. Кто-то захотел фото-выставку, пожалуйста, мы даем им место, возможность, какие-то опыт, возможности, рассказываем, как это сделать лучше. Во время форума ребят разделили на небольшие группы и каждый по очереди в течение получаса презентовали то или иное направление. Мне было интересно именно писательская деятельность, которая здесь могут помочь, потому что здесь есть медиа-центр, где есть ребята из журналов. Все направления здесь особенные и нельзя выделить какого-то определенного. Но говоря о себе, наверное, личностное развитие и медиа-центр. Мне хотелось бы больше времени уделять всем этим волонтерствам, помогать, работать на благо школы. К слову, волонтеры участвуют в городских, краевых и даже международных мероприятиях. За участие они получают грамоты, благодарственные письма и печати в волонтерскую книжку. Это все добавит им баллов на ЕГЭ и сыграет роль при начислении стипендий в университете. Мы же вообще ждем с распростертыми объятиями школьников, которые могут рассказать, так сказать, посмотреть на все свежим взглядом и рассказать о том, чего, может быть, мы не видим. Как можно реализовать свои идеи, как можно, может, какой-то суперновый крутой проект, о котором мы не могли придумать и не могли никому рассказать, они будут уже организаторами. В экологическом направлении ребятам рассказали о всевозможных акциях, благодаря которым молодежь делает наш город и край чище. И попросили предложить свои варианты, как можно облагородить место, где живешь. Я могу помочь природе, на самом деле, очень много какими способами, такими как чаще участвовать в каких-то городских субботниках. Подчеркнули и то, насколько важна правовая грамотность для школьников. А чтобы было не скучно ее изучать, предложили это делать в игровой форме. Проект онлайн-игры ЖЭКа. То есть игра, знаете, напоминает игру «Симс», когда вы живете за семью, которая платит жизненно-коммунальные услуги. То есть твоя задача – прожить как можно больше. Если ты побеждаешь, то получаешь путевку. В военно-патриотическом клубе отметили, как важно всесторонне развивать подрастающее поколение. Поэтому здесь школьникам предлагают занятия музыкой, рисованием, спортом и военно-прикладным искусством. При этом следят, чтобы у всего этого была патриотическая направленность. Главная задача данного клуба – воспитать человека так, чтобы он мог защитить свое отечество. Не обязательно это только силой, только оружием, умом своим, умением своим, своим искусством прославить Родину. Прославляя Родину, мы тоже защищаем. Присоединяться к российскому движению школьников можно уже с первого класса. Общественники уверяют, что занятие найдется для каждого ученика. Я делала, например, кормушки для птиц. Мне это вообще очень понравилось. А почему? Ну, потому что я делала это своими руками. Правда, сейчас российское движение школьников распространено лишь в трех школах Владивостока. Но общественники надеются, что в этом году их станет намного больше. Участие во всех проектах добровольное. Ученикам дают только стартовую площадку, а окончательное решение, вступать или нет, каждый школьник принимает сам. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.